МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы собрались на очередной турнир по водному полу в Нефтегорске. Это традиционный турнир для нашей команды. Каждый год на протяжении уже трех лет мы попадаем в этот прекрасный город, встречаемся с новыми командами, получаем игровой опыт. В этот раз первая игра у нас проходила тяжело. Мы попали сразу на одну из лучших команд Приволожской лиги. Это Казань-Олимпий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не первый раз уже участвуем в Лиге Приволожской. До этого приезжали в Ульяновск два раза. И команды приезжали в Казань к нам. Ну, в Нефтегорск первый раз мы выбрались. И с каждым годом, с каждым турниром все сильнее и сильнее становятся соперники. Интереснее становится играть. А что касается Нефтегорска, то здесь приятно порадовал бассейн. Он порадовал почему? Потому что его отдали весь нам. Как бы под проведение этого турнира нет никаких посторонних. Все люди, которые любят водное поло, играют в водное поло, болеют за водное поло. Все приехали после праздников отдохнуть, поиграть, встретить старых новых друзей. Наша команда долгие годы не занималась. Собрались мы первый раз где-то в году 2010-м. В 91-м году играл в юношеской сборной РСССР. Тогда последний чемпионат был в городе Тбилиси, СССР, юношеский. И вот на этом все турниры закончились. Был такой длинный промежуток. И первый наш турнир был в городе Ульяновске, где мы приехали. Нам понравился прием, организация турнира. И приняли для себя решение, что ездить на такие турниры, продолжать дальше. Это второй наш турнир новогодний. Очень дорогого стоит, что есть такая инициатива у нашего населения, у наших мужчин, молодежь в основном. Ну и люди взрослые, которые заняты своим делами, тем не менее, находят время и, так сказать, отдают любимому виду спорта время свободное. Это хорошие, хорошие вещи. Я думаю, в нашей стране спорт должен развиваться. Самое тяжелое для меня это плавание. В данный момент. Может быть, раньше, когда-то я плавал, для меня тактическое взаимодействие было тяжело. Но сейчас как-то это все с годами отрабатывается. Плавание немножко запаздывает, да, уходит на второй плавание. Борьба не так напрягает, как плавание. Бороться мне очень нравится. Я от этого получаю какой-то азарт, энергию. Подводная борьба, это, конечно, очень жестко. Ну, серьезная жесткая борьба. Зацепы, удары и все с этим связанное, конечно. Конечно, к этому привыкаешь. К этому привыкаешь уже. Понятно, что боль она чувствуется. От этого еще и зле, и интереснее играть, продолжать дальше. Иногда этого даже и не хватает в обыденной жизни, чтобы прийти в бассейн на тренировку, там, раз в неделю, два раза в неделю, вот именно вот этой борьбы, где ты разряжаешься полностью, отдаешься и отдыхаешь тем самым, снимая с себя вот эту психическую нагрузку, которая в бытовой вот этой, на работе, и вот все от этого, отставляешь в бассейне. Чуть-чуть не хватает, конечно, еще, ну, так скажем, опыт под водой играть, потому что, ну, некоторые еще не понимают, как это делается. Если объяснить все конкретно, то будет очень хорошо. Некоторые команды уже чувствуются, просто напрягают так очень сильно. Здорово получается у некоторых ребят. Здорово. Я всегда чувствую, что соперник неправ. Но чем больше я езжу на турниры, тем моя эмоциональность немножко становится пониже, пониже, пониже. Ну, конечно, где-то неправ в данном случае, ну, в определенном случае я где-то соперник. То есть это все-таки игра, как-никак. Кто-то ошибается, где-то я, мы грубанем, где-то команда соперников. Ну, я считаю, что вообще водное поло, оно дало мне много для жизни. Одно из качеств – это коммуникабельность. То есть спорт, он как бы объединяет, и путешествие по тем же городам разным, он дает много новых знакомств. Ну, и в том числе эмоции, опять же, повторюсь. В общем, это круто. Занимайтесь сегодня поло, ребята. Конечно, наши ожидания оправдались, скажем так. Бывают и сложности, но я думаю, после этого турнира все-таки пойдет процесс получше. Будем продолжать, потому что, ну, на таком интересном месте как бы завершать не хотелось бы, только все начинает. И в Лигу вступили уже, мы второй сезон, получается, в Лиге же, да, мы с прошлым годом было. Конечно, такой уровень для нас недостижим по сравнению с нами. Мы думали, что мы красиво играем хорошо, пока не приехали первый раз в Ульяновск. И с каждым разом мы понимаем, что нам еще есть куда расти. Нет предела совершенства, и люди играют вообще просто шикарно. Называет восторг такая игра, техника, скорость. Просто восхищение на самом деле. Красиво игра. КОНЕЦ